Талантливые дети со всей России собрались в Екатеринбурге. Ребята приехали на конкурс «Алмазные грани». Среди сотен одаренных участников жюри выбрало самых лучших – художников, писателей, певцов и танцовщиков. На фестивале побывала и моя коллега Юлия Львова. Раздевалка юных участников конкурса больше похожа на улей. Пока одни усердно репетируют номер, другие веселятся и играют. Наставники пытаются утихомирить шалунов. На вас смотрит вся страна, мои дорогие дети, вся наша администрация, все ваши родители. А вот в гримёрке Катарины царит тишина и спокойствие. Так, давай я тебя причешу немножко и сделаю тебе ободок. Пока мама приводит в порядок волосы и сценический костюм, 9-летняя Катарина настраивается на лирический лад. Юная певица признаётся, на конкурсе такого уровня она выступает впервые, поэтому волнуется вдвойне. Однако, как только объявляют её номер, девочка берёт себя в руки. Там, где солнышко встаёт, где вся бабушка твоя. Размеренность и лиричность на сцене сменяются безудержным весельем. Наташа Горбенко решила поделиться с гостями и членами жюри последними тенденциями детской моды. Пускай немного тут лепелики, но зато вот волны они. На конкурсе «Алмазные грани» он проходит уже в 13-й раз. Приехали ребята из Липецка, Краснодара, Мурманска, Бурятии. Однако география фестиваля куда шире. В этом году в нём принимали участие дети из Греции, Индии, Латвии и Белоруссии. Оценивают ребят по трём номинациям. Литературное, художественное и вокальное. Выбирать лучших членам жюри крайне сложно. Заявок пришло более пяти тысяч. Лауреатами стали 60 участников и ещё 100 дипломантами. Мы отслеживаем творчество ребят, которые становятся лауреатами. И очень часто поддерживаем их в том плане, что помогаем им принять участие в других конкурсах. И всероссийских, и международных. То есть мы оказываем им помощь, ну, или дорогу оплачиваем, или гостиницу, или вступительные взносы. Фестиваль-конкурс юных дарований поддерживают Уральская горно-металлургическая компания и благотворительный фонд «Дети России». Помимо дипломов, все победители получили ценные призы. Самым юным участникам подарили мягкие игрушки, звёздам постарше – ювелирные украшения и часы. Однако сами конкурсанты признаются – главная награда – это любовь и признание публики. Юлия Львова и Александр Солдатов. Новости Екатеринбург.